Руку жала, провожала, провожала, провожала. Строчки песни как никогда отзываются в сердцах ульяновских мастериц. Многие отпустили своих сыновей, внуков, племянников исполнять долг перед родиной. Сидеть без дела – непосильная ноша. Женщины взялись за спицы. С каждой новой петелькой в душе тлеет надежда. Надежда на то, что теплые носки, связанные с любовью, согреют душу наших солдат. Но именно сейчас, когда настало такое время, мы присоединились к акции, которая называется «Тепло солдатам». И мы этому очень, так сказать, даже волнуемся и считаем, что это очень важно, нужно. И поэтому наш труд – хоть маленький что-то внести. Слезы на глаза наворачиваются почти у всех. Никто из женщин не знает, обнимет ли своего защитника вновь. Для родных они вяжут почти с детства. Шерстяные подарки, сделанные их руками, значительно отличаются от массового производства. Для солдат нужен паглинг чуть повыше на уровне его ботинка, солдатского ботинка. Вот это вот чуть-чуть, вот еще бы на два пальчика побольше, и было бы хорошо. И пятку двойную, углубленную, чтобы она не слетала с пяточки, не натирала мозоли. Так, обмениваясь опытом, женщины связали меньше, чем за месяц, не один десяток носков. Творческая мастерская развернулась в геронтологическом центре. Инициатива пришла от самих рукодельниц. Во всех организационных вопросах помогли медработники. Есть проживающие, которые не умеют заниматься вязанием. Наши инструктора в учреждения оказывают в этом помощь. Они могут подсказать, если кто-то забыл навыки вязания, напомнить, либо обучить. Единомышленников в добром деле становится все больше. Присоединяются центры активного долголетия. Один из таких на улице Локомотивной. С теплом, молитвой, нежностью вязала я носки. Носи, сыночек миленький, и Бог тебя хранит. Твоя бабушка. Такое послание пенсионерки вкладывают в каждый носочек. У многих в процессе вязания сердце стучит сильнее спиц. Шерсть придут сами, тем самым укрепляют готовые изделия. Качество обеспечения солдат, необходимые амуницией – головная боль Министерства обороны. А вот поддержать теплотой души могут только родные. Идея вязать носки пришла у нас в центре всем женщинам. Потому что у кого-то забрали мужа, сына, внуков, племянников. Ну, а все мы женщины и с добротой относимся к нашим мужчинам, чтобы они у нас были здоровыми, чтобы ноги у них были теплые. Тем более скоро зима. В данное время мы все хотим подбодрить, поддержать наших мальчишек. Верим в них, верим в нашу победу. В Ульяновской области открыто 18 центров долголетия. Каждый из них присоединился к акции. Уже с этой недели ряды пополнят сестры милосердия. Новеньких в ремесле обучат. Мастер-классы проводят в комплексном центре социального обслуживания населения «Исток» по вторникам в 14.00. Присоединиться может каждый, у кого где-то внутри. Тлеет надежда, что именно эти носочки станут маяком для наших мужчин.